Почти три месяца после парламентских выборов новое правительство Италии установило абсолютный рекорд в национальном масштабе. Страна была на пороге серьезнейшего кризиса. Он вроде бы разрешен. Но вот угроза столкновения Италии с Евросоюзом сохраняется. Новый коалиционный кабинет называют кошмаром ЕС. Соль обещанных перемен заключена в классических антиевропейских лозунгах. Встревоженные инвесторы ринулись продавать итальянские активы. А ведь после ухода в Великобритании Италия должна занять третью строчку в экономическом рейтинге сообщества. И вот представьте, страна вдруг решает покинуть еврозону. Всего так называемый правительственный контракт определил 30 приоритетных задач. Среди прочего, результатом компромисса между победителями выборов Лигой и движением пяти звезд при этом стали зазвучавшие громче призывы к смене курса Запада в отношении Москвы. С каждым днем наблюдать за происходящим становится все интереснее. Новый премьер-министр Италии Джузеппе Конте совсем скоро дебютирует на международной арене на саммите G7, который состоится в Канаде 7-8 июня. Александр Пинчук продолжит тему. В минувший вторник спред, переменная, которая указывает на разницу между стоимостью германских и итальянских гособлигаций, она определяет размер процентов обслуживания внешнего долга, перевалил за 300 пунктов. Это максимальный уровень за последние пять лет. На мой взгляд, в том, что касается экономики, будет много шума из ничего, и это займет много времени. И люди, которые действительно могут при этом пострадать, это обычные итальянцы. Это будут итальянские вкладчики. И еще хочу обратить внимание на то, что избиратели в Италии, если вы начнете ударять по их кошелькам, будут голосовать в знак протеста, и весь политический климат у нас может измениться. Италия жила без правительства с 4 марта. А в стране царили хаос и без власти. Политики действительно заставляют меня болеть. Все они. Мне кажется, что мы на пороге революции. Ладно, может быть, не революции, это слишком сильно. Но мы, в принципе, готовы сделать что-то из ряда вон выходящее. Пойти и силой вытащить их из своих кресел. Лично я настроен абсолютно проевропейски. Италия была одной из стран-основательниц Евросоюза. Но надо перезнать, что в последнее время мы оказались в аутсайдерах. Мы хотим, чтобы в Европе с нами считались, чтобы наш голос был услышан. Оскорбление для Европы уже сам факт, что антиевропейский экономист Паоло Савона, именно его кандидатуру на пост министра экономики, заблокировал президент. Теперь министр по делам Европы. План Б Савоны – это выход из еврозоны. Италия может и не покидать зону единой валюты. Но и помимо этого Рим планирует увеличить статьи расходов на 100 миллиардов евро. Окончательное решение по вопросам назначения кабинета министров принимал президент Италии. Он объяснил свою позицию так. Отсутствие уверенности в нашей политике в отношении евро беспокоит инвесторов итальянских и зарубежных капиталовладельцев. Потери на рынках днем за днем выжигают ресурсы и сбережения наших предприятий, а также тех, кто в них инвестировал. Финансовые рынки в итоге немного успокоились. Всю неделю финансисты были напуганы ситуацией в Италии и продажей итальянских бондов. Но если новое правительство продемонстрирует, что на самом деле собирается ввести плоскую шкалу налогообложения, которая может пробить дыру в бюджете и создать дефицит в 50 миллиардов ежегодно, и если оно попытается аннулировать пенсионную реформу, стоившую 200 миллиардов евро, если кабинет предпримет подобные безответственные шаги, то вступят в дело рынки, а рейтинговые агентства понизят рейтинги Италии и обесценят облигации. В этом случае даже у Марио Драги с его количественным смягчением не получится спасти Италию. Тем не менее, некоторые экономисты считают, что опасения финансовых рынков не обоснованы. Я могу понять то напряжение, которое царило в последние дни, но я уверен, что на самом деле нет никаких проблем в отношении того, будет ли Италия частью Европы или нет. Две наши главные политические силы, движение пяти звезд и Лига, на самом деле они не говорят, что хотят выйти из ЕС. Они всегда говорили нам, что хотят вынести на обсуждение в Европейской комиссии, в Европейском парламенте принципиально новую идею формирования бюджета. Союз движения пяти звезд и Лиги, который долго рождался, был, похоже, заранее обречен на провал. К власти в Италии впервые за долгое время могли прийти не левые и не правые, а что-то совершенно новое, неизвестное. Эти партии на самом деле очень разные, но после выборов сумели договориться по массе вопросов. Миграционный кризис, отмена антироссийских санкций, снижение налогов. Как итог Италия и вся Западная Европа получила первое в истории правительство популистов. Несмотря на очевидное смягчение риторики по сравнению с предвыборной кампанией, кабинет рассматривают как весьма и весьма евроскептический. В пятницу премьер-министр Джузеппе Конте официально представил состав кабинета итальянскому президенту Серджо Моторелле. Профессор юриспруденции Энсо Моаверо Меланезе станет министром иностранных дел и международного сотрудничества. Депутат парламента Италии, адвокат Альфонсо Бонофеде будет министром юстиции. Элизабета Трента будет министром обороны. Профессор Джованни Трия будет министром экономики и финансов. Финансовые рынки будут теперь очень внимательно следить за действиями нового итальянского кабинета министров, перед которым встанет выбор – смягчить риторику или наоборот – рискнуть финансовыми проблемами. Александра Пинчук. Вокруг планеты.